Удатели, новейший ужасный фильм его я ждал. Айшана Найт Шьямалан дебютирует. Интересно, есть ли у ней отцовское мастерство в исполнении фильма, который играет в уме, или это кумовство? С окрушительной концовкой и эффектами давайте углубимся в фильм. Рожденный для анализа, для его понимания. Итак, приступим. Вот разбор наблюдателей. Это видео будет содержать спойлеры. Кто такие наблюдатели? Это феи, прячущиеся в лесу Великой Ирландии. Если вы не знакомы с подменышами, то в конце прошлого года вышло шоу, посвященное им подменыши, лесные феи, подражающие людям и живущие в лесу. Это и происходит в фильме. Много веков назад подменыши богами правили миром, живя рядом с людьми. Но со временем люди, как обычно, выгнали их в лес, принизив их. Это привело к тому, что подменыши желали ловить людей в лесу, когда они туда приходили, и не отпускать. Глубокая ненависть к людям, но и стремление учиться у них и подражать им наилучшим образом. Для того, чтобы, если когда-нибудь они выйдут из леса, смешаться с обществом и остаться незамеченными. Вот почему они наблюдали за заключенной в курятнике группой, оглядывали их поведение, взаимодействие, внешность каждую ночь и пытались имитировать их наилучшим образом. Ловушка для людей в лесу была поставлена так же, как они были пойманы и загнаны в норы много лет назад. Наблюдая людей, они смогли изменить свой облик, тон голоса и выглядеть как тот, кем они хотели принять облик. Мы слышали, что многим потребовалось время, чтобы научиться это делать, так как раньше для них было трудно имитировать глаза. Но после столетий изгнания, они явно достигли точки, где могли идеально имитировать людей. Однако, так как многие были оборотнями, а не полуросликами, как Мадлин, они не могли покинуть лес, не могли бродить днем, нуждались в темноте. Кто была Мадлин? Это что-то, что я видела до конца фильма. Я не думала, что она будет полуросликом, но был шанс, что она не та, кем была. Мадлин была полуросликом, существо полуоборотень и получеловек. Когда оборотни бродили с людьми, говорят, некоторые люди и феи влюбились, так появилась Мадлин. У нее есть способности оборотня, но преимущество человека. Она может бродить днем и покинуть лес, если найдет выход. На середине фильма профессор поймал подменыша, решил его убить. Все же у него не получилось. Загримированный подменыш был Мадлен, которая убила профессора. Профессор создал Мадлен по образу покойной жены, также звавшейся Мадлен. Он хотел созданий заменить умерших, но ей не рассказывал об этом. Мадлен из полуросликов, их много, что интересно. В финале Мина была с сестрой. Мы видели Мадлен в виде девушки на улице. Подчеркивает, многие просто вливаются в общество, не выдавая себя. В самом конце фильма, когда она улетает и ищет больше полурослики, это показало, что человеческая сторона в ней была эмпатия. И она не могла убить кого-нибудь, кто был частью того, кем она была. Лично мне это показалось слабым поводом, но в этом был какой-то смысл. Почему умер Дэнни? Во время побега из леса мы увидели, что Дэнни был единственным человеком из четверых, который не добрался до лодки, и на это была конкретная причина. Когда они все убегали, одна из фей превратились в мужа Киры, который, как считалось, заблудился в лесу, и в этот момент Дэнни решил вернуться и помочь ему, потому что он думал, что это на самом деле ему. Кира не верила, что это был ее муж. Так же, как и Мэдлин и Мина. Так почему же Дэнни сделал это? Ну, в начале фильма было сказано, что Дэнни был единственным из них. Все это действовало импульсивно, и в этот момент именно импульс заставил его почувствовать, что он делал правильные вещи, а не логику или мышление, как следовало бы перед тем, как уйти, чтобы сделать это. Люди, вероятно, тоже знали об этом. Они знали, что нужно нацелиться на Дэнни, потому что они провели все свое время, наблюдая за ними и наблюдая за ними, поэтому Дэнни умер по этой причине. Я не думаю, что им нужно было его убивать. Честно говоря, было жаль, что он умер, но это имело смысл. Его убили так же, как он убил птицу, показывая, что его наблюдали шесть мес. Что касается птицы Мины, было бессмысленно держать ее в фильме. Мне не понравилось, что она привела их к лодке, став гидом. Это была домашняя птица в клетке. Птица, не привыкшая к дикой природе, смогла найти дорогу и вести группу к безопасности, куда они ни разу не могли попасть, пока были там. Я подумал, это глупо, но птица была там по некоторым причинам. Во-первых, потому что птица была наблюдателем. В фильме было несколько наблюдателей. Были настоящие существа, которые охотились за героями. У вас была птица, которая наблюдала и подражала, но делала это безвредно, главные герои смотрели телешоу, а за всем этим наблюдали мы, словно поезд глаз, наблюдающих и зорко слежущих. Но, по-моему, основная причина присутствия птицы показать, что птица, фактически, это безобидное крылатое существо, которое подражает и наблюдает, в отличие от фей. Также, я думаю, другая причина, чтобы Мине было о чем заботиться в течение фильма. Мы видели, что в ее детстве она чувствовала вину за смерть матери, ведь она стала причиной автокатастрофы и не считала себя хорошим человеком. В данном случае она заботилась о птице, о которой ей не нужно было заботиться, что дало ей большую цель в жизни. Мой отзыв о фильме. Я считаю наблюдателей просто неплохими. Не думаю, что это что-то особенное. И, по-моему, он пытался сделать слишком много. Мифологии и лесным феям стоило уделить больше внимания. Фильму не хватало объяснений. Правила, которым они следовали, бессмысленны. Не поворачивайся к ним спиной. Зачем? Не подходи к норам. Но они подходили. Не открывай дверь после заката. Они это сделали. Правила казались бессмысленными и включенными ради построения напряжения. Но его не было. Последствий из-за нарушения правил не было. Фильм ужасов, но нет страходавства. Лучшее в фильме – неизвестность, как выглядят существа. Воображение может создавать самые страшные образы. Когда это было то, что у нас было, это очень хорошо работало. Относительно темпа фильма мне показалось, что вначале у него был хороший ритм, но потом притормозил. Стали повторяться одинаковые сцены. Выход на улицу, охота, возвращение и ожидание у окна. В итоге стало однообразно. Мне показалось странным, что мина сразу нарушила правила. Ты в лесу, пытаешься уйти от опасности, находишь убежище, а затем нарушаешь правила. Это не имело смысла для меня. Казалось, что начальная сцена с миной, которая надевает парик и играет в переодевание, была слишком натянутой, чтобы связать с общим сюжетом. Это было смешно. Что касается визуализации, мне показалось, что фильм выглядит очень приятно. Цветокор в лесу с землистыми тонами выглядел красиво, а многие крупные планы были яркими и чистыми. Некоторые кадры ночью были слишком темными, особенно начальная сцена. Мне кажется, я почти не видел, но не уверен это только в моем кинотеатре. Не думаю, что вы упустите чего-то, не посмотрев этот фильм. У фильма не было особой индивидуальности. Он обращался к мифическим существам, но реализация не была хорошо срежиссирована. Фильм хотел произвести впечатление, но смысл и послание не достигли цели. Вот и все. Объяснение конца наблюдателя.